Окунуться в атмосферу новогоднего праздника, познакомиться с яркими персонажами, соприкоснуться с волшебством и убедиться в том, что добро побеждает сло, смогли зрители, которым посчастливилось познакомиться с постановкой молодого и талантливого режиссера, по совместительству исполняющей роль Золотой Рыбки. На самом деле, долго думала, что именно хочу, какую сказку хочу поставить, то, что вот все одно и то же каждый год. И я почему-то вдохновилась мультиком «Вовка в тридевятом царстве». Потом я подумала, что нужно его освежить. Я всегда стараюсь добавлять что-то такое современное, чтобы деткам было интереснее. Осовременила и добавила кучу разных персонажей, которые вообще в сказке не должны были быть. В этой волшебной истории с чудесами и его обитателями все смешалось с современным миром. Приправленный добрым юмором и подогретой интригой, сюжет держит зрителя в напряжении и заставляет о многом задуматься. Я сегодня не в обычном виде даю интервью, а вот в таком ярком персонаже. Персонаж – это главный герой Вовка в 3D вятом царстве. Это всеми известный советский мультфильм. И вся сказка, чем она отличается, наверное, от всех обычных представлений? Тем, что в ней очень много вставлено таких современных приколов, так скажем, современных шуток, которые очень любят и понимают именно наши дети. И мне кажется, в этом году сказка у нас действительно получилась. Ну и хочется пользоваться случаем, поздравить всех с наступающим Новым годом. Яркие узнаваемые персонажи сопровождали ребят по фантастическим дорогам новогодней сказки. Особенно полюбился маленькому зрителю снеговик Олаф – чудной, веселый и невероятно смешной персонаж, которого смог тонко прочувствовать и талантливо сыграть молодой актер Иван Южаков. Он очень такой наивный, искренний, простой, он может расстроиться от любой мелочи, он веселится, радуется каждой мелочи. И это, наверное, детей больше всего и цепляет. Ну и потому что, наверное, это герой очень известного мультика, и дети его любят. По окончанию представления традиционно дети могли рассказать Деду Морозу стихи, получить сладкие подарки, запечатлеть на память этот яркий, незабываемый день и, конечно же, поделиться своими впечатлениями. Мне понравилось то, что все герои были яркими, красочными, и музыка была современной. Их героев было очень много, и они были из известных мультиков. Мне запомнились все герои, но самое смешное – это, наверное, был главный герой. Мне очень понравился персонаж Вова, потому что он очень забавный и веселый. Нужно отметить, что представление оставило неравнодушными не только детей, но и взрослых. Актеры идеально все это сыграли, всю современную тематику. Честно, очень нам понравилось. Представление нам очень понравилось. Яркое, интересное. Были показаны разные сказки в современной обработке. Актеры играли от души. Очень такие были яркие моменты. Впереди ребят ждет трепет на ожидание Нового года и каникулы. А это значит, что время чудес и волшебства уже на пороге. Альбина Кашапова, Иван Татауров, телекомпания Салават.